Спонсор выпуска новостей торговая марка «Карбоэль». Линейка натуральных овощных консервов местного производителя. Свежий кабачок, золотистый лук, полезная морковь, сочный помидор, ароматный перец. Кабачковая икра «Карбоэль». Витаминный коктейль из натуральных продуктов. Не отказывайте себе в удовольствии. «Карбоэль». Изобилие здоровья в изобилии ассортимента. Здравствуйте! Время новостей на канале «Саратов-24». Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. И вот о чём пойдёт речь. Дают на подгузники и пелёнки. Фамилия, имя, отчество ребёнка указывается. Очерёдность рождения пишем. Первый ребёнок. В Саратове начались выплаты молодым семьям. Кто может рассчитывать на финансовую помощь? Погоня со стрельбой. Полицейские преследовали грузовик. Сколько выпили? Громко скажите. Ты не считал я. Зачем считать? По словам водителя, он якобы не заметил, что за ним гнались. Встретились и обсудили. В администрации Фрунинского района состоялись публичные слушания. Что обсуждали и к чему пришли. Какая температура за окном ждёт саратовцев во вторник, 27 февраля? Расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. Выплаты начались. Речь идёт о поддержке молодых семей. С января этого года родители, впервые родившие или усыновившие ребёнка, могут рассчитывать на финансовую помощь. В среднем по России цифра ежемесячных выплат для мам и пап первенцев составит около 10,5 тысяч рублей. В нашем регионе эта цифра будет ниже. Полина Попенец узнала, сколько человек уже в очереди на получение пособия. Да, он сладенький. Долгожданная малышка в их семье появилась 18 января. О работе можно забыть как минимум на два года, говорит Виктория, если не найдёт подходящую подработку. Тяготы семейного бюджета легли на плечи мужа. Памперсы дорогие, кроватка дорогая, коляска. Всё это очень дорогостоящее. И, соответственно, эта помощь нам очень помогла. С нового года действует законопроект поддержки молодых родителей. Семьи, в которых в 2018 родился или был усыновлён первый ребёнок, могут рассчитывать на материальную помощь. Фамилия, имя ищество ребёнка указывается. Очерёдность рождения пишет первый ребёнок. В комитет соцзащиты с начала года обратились 280 человек. Право на выплату имеют семьи, в которых доход на одного человека составляет чуть больше 14 тысяч рублей. В нашем регионе молодые родители будут получать чуть больше 9. Для получения ежемесячной выплаты необходимо представить следующие документы. Паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребёнка, доходы семьи за 12 месяцев, реквизиты счёта в банке. Выплата назначается сроком на один год с момента рождения ребёнка. Затем родителям необходимо ещё раз обратиться в комитет с заявлением. И материальную помощь продлят на полгода. На данный момент около 200 семей находятся на стадии оформления документов. Свою первую выплату Виктория Герасченко уже получила. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов-24. Уничтожило огнём. Крупный пожар произошёл в заводском районе. Горели дома на улице 5-й Динамовский проезд. Полыхали несколько двухэтажек. Эвакуация не понадобилась, людей внутри не было. По словам чиновников, эти строения уже давно расселены. Местные жители уверяют, что последние несколько месяцев в микрорайоне уже сгорело 5 расселённых домов. Горожане жалуются, что в них часто греются бездомные, устраивают костры. Так, несколько дней назад пламя уже уничтожило двухэтажный расселённый дом на улице Омская. Каникулы закончились. Как и было заявлено, сегодня, 26 февраля, возобновились уроки в саратовских школах. Против такого решения выступали родители и даже организовали петицию к городскому комитету образования с просьбой продлить карантин ещё хотя бы на неделю. Под заявлением подписались 6 тысяч человек. По их мнению, эпидемиологическая ситуация в городе не улучшилась. По словам чиновников из комитета по образованию, учебные занятия в школах приостанавливаются только по распоряжению главного санитарного врача. Но никак не по просьбе родителей. В праздник же в выходные в Энгельсе дорожные полицейские устроили погоню со стрельбой. На требование остановиться для проверки документов водитель грузовика не отреагировал. И инспекторам пришлось догонять нарушителя. На кадрах с видеорегистратора видно, как грузовой автомобиль «Мерседес» выезжает на полосу встречного движения, совершает опасные манёвры и игнорирует преследователей. Полицейским пришлось применить оружие. После 16 выстрелов по колёсам нарушитель остановился и был задержан. Выяснилось, что водитель грузовика был пьяный и якобы не заметил три преследовавших его полицейских экипажа. Сколько выпили громко, скажите? Ты не считал я, зачем считать? Праздник же. То есть паразик отмечали? Конечно. То, что стреляли, вам не было страшно? Не слышал. То есть вы не видели, что за вами преследование ведётся? Видел. Видели? Конечно. А почему не останавливались? Три экипажа минимум. Три экипажа не видел, просто не видел и всё. Теперь злоумышленнику грозят серьёзные административные санкции, которые праздником точно не назовёшь. Всего же в ходе операции «Антикриминал» сотрудниками госавтоинспекции было проверено более 2000 единиц автотранспорта. Выявлено около 80 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Гонялись в минувшие выходные на Саратовском ипподроме местные спортсмены соревновались в умении ездить по заснеженной трассе. Организаторы провели несколько таких заездов. В скорости тягались гонщики на квадроциклах и лошадях, внедорожниках и легковых автомобилях. Также зрители увидели экстремальное шоу. Силачи пытались протащить несколько машин. Соревнования скорости и силы в нашей рубрике без комментариев. Продолжение следует... Попросили построить больше. В администрации Фурненского района состоялись публичные слушания. Обсуждали несколько проектов по использованию земельных участков и стройплощадок в Саратове. Дольщики непостроенной высотки на улице Рабочая предложили увеличить изначальное количество этажей дома с 10 до 16. Полина Попинет знает, почему эту инициативу граждан поддержали. На публичных слушаниях сегодня присутствовали 110 человек. Рассматривали вопросы землепользования застройки в нескольких районах города. Первым на обсуждение вынесли проект межевания территории в заводском районе, ограниченной улицей Кавказской, проспектом энтузиастов и проездами без названия, проходящими вдоль юго-западной границы земельного участка Института биохимии и физиологии и северо-западной границы Центра развития ребенка, детского сада номер 44. Все земельные участки на этой территории планируется объединить в один. Все аварийные дома планируется снести, а участок отдать компании-застройщику. В рамках решения проблемы обманутых дольщиков, УМ-24, который выступил заказчиком на данную документацию по нежеланной территории, эта территория предусматривается передачей в рамках того, что им было завершено строительство жилых домов училища Боголюбова. В итоге 75 человек проголосовали за, 6 воздержались. Еще один вопрос касался долгостроя на улице Рабочая, 45 АУ. По словам дольщиков, их больше 60 человек. За квартиры они заплатили еще в 2001 году. С тех пор застройщик обанкротился. На должностных лиц завели уголовное дело. Дома люди так и не увидели. На месте строительства был разрыт котлован, который со временем превратился в свалку. Строить дом обманутым горожанам будет помогать инвесторам. Часть средств должны вложить сами дольщики. Поэтому они попросили увеличить количество этажей с 10 до 16. Деньги исчезли строить для того, чтобы выйти из этой ситуации. Единственная возможность увеличивать этажность. Сейчас мы вышли на общественное слушание, где, я думаю, будет положительно решен вопрос о разрешении строительства 16-этажного дома, который хотя бы где-то на 70% удовлетворит решение нашей проблемы. Согласно рекомендациям экспертов, представителям комитета по городостроительной политике города, данный проект не противоречит правилам застройки. Возведение многоквартирного дома поддержали большинством голосов. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов 24. На деле кольца в России увеличилось количество браков. Об этом сегодня заявили в Росстате. По данным специалистов, за год в стране поженились более миллиона пар. То есть на тысячу граждан в среднем пришлось семь свадеб. Такого бума не было давно, уверяют эксперты. В прежние годы число браков только сокращалось. Связали это с темпами экономического роста. Помогли и красивые даты. Чаще всего кольца надевали в столичных ЗАГСах. В Москве насчитали чуть больше 90 тысяч церемоний. Не в отстающих и наша область. За год в регионе расписались более 15 тысяч пар. А вот меньше всего браков заключили жители Соловецких островов. На побережье Белого моря зарегистрировано всего две свадьбы. Реже стали разводиться. Из тысячи браков распались чуть больше половины. Самые крепкие семейные союзы уже второй год подряд заключаются в Москве и на Кавказе. Обучать будут сами. В Саратове откроют специальную школу для будущих чиновников. Расскажем об этом после рекламы и прогноза погоды от Александра Новохадского. Оставайтесь с нами. Надежная стальная дверь от 650 рублей в месяц. Легко. В фирменных салонах Торекс. 0% первый взнос. 0% переплат. До 24 месяцев. Успей купить. Генеральный спонсор выпуска «Стальные двери Торекс». Торекс. Уверенный выбор миллионов. Здравствуйте. Во вторник, 27 февраля, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный. 3,6 метров в секунду. Днем от 11 до 17 мороза. А ночью до минус 21. А в Саратове и Венгрище переменные облачности тоже морозят. Температура днем 11-14 градусов. А ночью до 17 ниже 0. Атмосферное давление около 764 миллиметров ртутного столба. По приметам, хорошая погода в этот день. Крепким морозом. Метеорологи же обещают, что на этой неделе температура продолжит понижаться. Лишь в выходные возможно небольшое потепление. Так что утепляемся. О градусах все. А в салоне Мяха госпожа Метелица сезонная распродажа. Успейте до 28 февраля 2018 года. Всем всего доброго и до встречи. Госпожа Метелица. Здесь вас ждет огромный выбор шуб и дубленок. Только сейчас скидки до 30%. Добро пожаловать в царство Меха. Улица Степана Разина, 54. Действует кредит и рассрочка. Продолжаем знакомить вас с новостями. Хоккеистам простили, что они пели гимн России при поднятии олимпийского флага. Чиновники от Международного олимпийского комитета не будут наказывать атлетов из России, которые завоевали золотые медали в турнире по хоккею. Скорее всего, ребята переволновались, объяснили представители МОК. Напомню, что наша сборная была отстранена от участия в Олимпиаде в Южной Корее. Допущенные спортсмены выступали под нейтральным флагом. Чем еще запомнился сегодняшний день жителям России в нашей традиционной подборке новостей страны. В Совете Федерации разрабатывается законопроект, который запретит кормить детей продуктами, не соответствующими стандартам ГОСТ. Речь идет о таких учреждениях, как школы, детские сады и больницы. Сейчас организации детского питания там в каждом субъекте занимаются местные власти. При этом часто при заключении контрактов с поставщиками чиновники отдают предпочтение низкой стоимости продуктов, а не их качеству. Если законопроект будет принят, то муниципальные власти должны будут обозначать, что продукты должны соответствовать ГОСТу. А если для некоторых продуктов они отсутствуют, то их качество должно соответствовать техническим требованиям отраслевых институтов. В правительстве России пришли к мнению, что нелегальный алкоголь необходимо уничтожать сразу после его обнаружения. Сейчас действует практика, когда конфискованное и изъятое спиртное уничтожается только после решения суда. До этого алкогольная продукция хранится на складах, площадь которых уже составляет 9 гектаров. При этом ждать решения суда приходится от полугода до двух лет. Сейчас в правительстве разрабатываются меры по пресечению незаконного производства и обороты тилового спирта. Контролирует алкогольный рынок. Росалкоголь регулирование. Именно это ведомство должно принять решение о ликвидации нелегального алкоголя на месте без решения суда. С 26 февраля Россия запрещает ввоз из Белоруссии молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции. Под запрет попадают пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом. Сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные молоко и сливки. Молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, а также сывороточный концентрат и молочный белок. Это решение Россельхознадзор принял в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ. Между тем, российские эксперты не видят в обводимых ограничениях опасности для российской молокоперерабатывающей отрасли и потребителей. Новых управленцев будем готовить сами. С сегодняшнего дня в Саратовской области запущен проект по обучению специалистов, которые в дальнейшем будут работать в региональных структурах власти. В ближайшее время пройдет отбор желающих получить навыки управления. Всего будет сформирована группа из 100 человек, которые прослушают курс лекций и пройдут семинар от ведущих специалистов трех саратовских вузов. В конце обучения каждый должен будет защитить выпускную работу. Для участия в конкурсе приглашаются молодые люди до 30 лет с высшим образованием и постоянно проживающие на территории Саратовской области. Подробная информация появится в ближайшее время на сайте регионального правительства. Мы запускаем свой проект, чтобы было понятно, в этом есть необходимость прежде всего на муниципальном уровне, да и в наших отраслевых министерствах и в целом управленческого звена. То есть управленцы 21 века. Шум моторов и крутые виражи. В День защитника Отечества саратовцы стали свидетелями необычного ледового шова в акватории замерзшей Волги. Праздник устроили представители компании «Торакс» вместе с областной службой спасения. Сначала зрители стали свидетелями спасения человека из воды, после чего смогли на большой скорости прокатиться в аэросанях. Станислав Жижин узнал, какие эмоции подарили организаторы саратовцам. Шум моторов, большая скорость и крутые виражи по замерзшей акватории Волги. В День защитника Отечества яркий праздник для саратовцев и гостей города устроила компания «Торакс». Все присутствующие могли прокатиться на аэросанях патрули, получить полезные знания и навыки по спасению людей на воде от областного МЧС. По легенде, показательных выступлений любитель зимней рыбалки оказался в воде. К нему на помощь прибежал его друг. Несколько неловких движений в ледяной ловушке уже двое. С берега пострадавших заметили спасатели. Чтобы добраться до места быстро, необходимо использовать специальное спасательное судно. Сбирается. Объяснил. Пострадавшего рыбака удается достать из воды и доставить на берег. Но стихия не всегда бывает благосклонна, говорят специалисты. А когда будет период паводка, то есть сход льда, весенний период, то будет местами где-то лед, где-то снег, где-то вода уже открытая. Поэтому судно на воздушной подушке, при оказании помощи пострадавших на водоемах, оно незаменимо. Спасать людей, оказавшихся в ледяной ловушке, специалистам приходится нередко. Несмотря на все предупреждения, рыбаки выходят на тонкий лед. Зачастую даже выезжают на автомобилях. В качестве альтернативы подойдут легкие аэросани. Легкое и быстрое средство передвижения компания «Торекс» выпускает с 2000 года. Аэросани из-за авиационного стеклопластика способны проходить любые преграды. Прочная защитная чешуя оберегает воздушные баллоны от повреждений и ударов. Патруль с легкостью движется по острым ледяным торосам. Мощный японский двигатель позволяет развить серьезную скорость. Да, 157 километров я развивал максимальную скорость. А по воде идет порядка 60 километров. А вот так у нас длинные, 6-метровые аэросани, они идут за 70, 72-73 километра по воде. А по снегу и льду, естественно, за 150 километров ходят. Эту скорость на себе смогли ощутить все участники шоу. Тест-драйв для саратовцев и гостей города стал настоящим подарком к празднику. Расскажите, ну как эмоции у вас? Сейчас, подождите, я выберусь. Спасибо. Эмоции просто переполняют супер. Вообще такая скорость, такой драйв. Нам тут показали всякие трюки. Мы вращались, мы крутились, мы останавливались на ходу. То есть возможности вообще необыкновенные. В линейке аэросаней Торекс 4 модели на любой вкус. От аэроцикла на 2-3 человек до флагманской модели на 8 мест. Несмотря на то, что моделей на рынке в данном цементе представлено очень много, все они отличаются. Наши машины, они сделаны именно для условий зимы. Для того, чтобы можно было передвигаться по майнам, по торосам, по камышам, по болотам. В том числе и по горным рекам можно двигаться. Аэросани предназначены не только для спасателей, но и для рыбаков и охотников. Патруль сделает любимое хобби безопасным и комфортным. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. О главном к этому часу все еще больше новостей, а также записей всех выпусков программы «Саратов сегодня» смотрите на сайте saratov24.tv. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok